Привет, друзья! Сегодня мы отмечаем Масленицу. Мы с вами снова на очередном благотворительном фестивале комьюнити-атрич-центра и клуба «Вместе». Как вы уже слышите, у нас очень весело, громко, шумно, живая музыка, детские аттракционы, батуты, конкурсы для взрослых и детей и, конечно же, вкусные блины. Я надеюсь, вы меня слышите, потому что музыка здесь очень громко. На весь в Лос-Анджелесе окрестностей комьюнити-атрич-центр поддерживает всех русскоговорящих людей в миграции в Америке, чтобы адаптация каждого прошла более мягко, тепло, легко. И для этого, помимо полезных советов, помимо поддержки и помощи, также устраиваются такие фестивали, где нас объединяет музыка, веселье, теплое общение, обмен контактами. Вся наша семья является волонтерами этого мероприятия. Если вы хотите тоже поучаствовать, присоединиться, вступайте в нашу группу Телеграм, я ссылочку оставлю в описании. Все мероприятие бесплатно, вход бесплатный, угощения, конкурсы. Делается все силами волонтеров и немножечко при поддержке спонсоров. Если вы живете в Лос-Анджелесе или его окрестностях, обязательно подписывайтесь, вступайте в группу Телеграм, будет много чего интересного. Это не на коммерческой основе. Мы для того, чтобы помогать друг другу. Мы вместе. Но сейчас мне уже говорить становится очень сложно, потому что музыка все громче, настроение все более веселое. Давайте я вам устрою небольшую экскурсию и покажу, что и как у нас проходит. Начнем, конечно же, с того, вокруг чего и собрались мы в этот день. С блинов. Их было большое разнообразие. С мясом, сыром, вареньем, шоколадной пастой и другими начинками. Отогревались в этот прохладный день горячим чаем и компотом. На самом деле с погодкой нам очень повезло. Четыре дня накануне лили дожди. А вот эта площадь, на которой мы собрались еще за сутки, была залита водой, которая просто не сходила. Но мы упорно не хотели отменять запланированный праздник. И, как видите, не зря. Кроме угощений были конкурсы, эстафеты, соревнования, кто самый меткий и ловкий. Рукодельницы собрались на тематическом мастер-классе. Прекрасный ведущий и живая музыка. На празднике было много новых лиц, которые уже не первый год в Америке, а также люди, приехавшие сюда всего несколько дней назад. Они общались, знакомились, обменивались опытом, мыслями, идеями. Собственно, это и было целью праздника. Это встреча для вас, как и наш клуб, потому что то, что вы сейчас многие приезжие переживаете, это очень непростая дорога. И мы с благодарностью хотим сделать эту дорогу немножко полегче. Много желающих помочь вызвалось в этот день. Волонтеры выложились по полной. Работали дружно, слаженно и также вместе и отдыхали. Дали микрофон и талантливым инициативным деткам. Затем была викторина с призами на знания Америки. На какой период в Америке избирают президента? Четыре года. Сколько было президентов за всю историю существования США? Что изображено на большой печати Соединенных Штатов Америки? Белоголовый... Кто? Орлан. А под конец разыгрывали призы. Дело в том, что при входе каждый регистрировался и получал билетик, который для некоторых оказался счастливым. Да. Спасибо. Возьмите, пожалуйста. Итак, несмотря на то, что мы находимся далеко от родины, у нас получилось собраться по-своему, душевно, устроить свой личный праздник. И прямо в Лос-Анджелесе отметить Масленицу с размахом. Все получили удовольствие и ушли с хорошим настроением. Как вам фестиваль? Как вам атмосфера? Как настроение? Настроение отличное. Покое прекрасное. Фестиваль. Сегодня без неба шевел. Прекрасная атмосфера. Очень красиво. Слово, родные. Вы подготовились, вы сегодня в наряде. Да, это наряд. Это традиционный русский наряд. Начало 20 века. Я ладну, фан. С вами Ротан. Почему? Да. Очень подходят математике праздник. Мы подготовились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова